Всем привет! Меня зовут Богомолова Ольга, и я продолжаю вести свой дневник беременности на канале Мава Киа Раша. И в этом выпуске я вам расскажу, во-первых, про самый-самый противный анализ, который только можно придумать, а во-вторых, я расскажу про самую нужную штуку для каждой мамочки. На этой неделе мой малыш размером с качанный салат. Весом он примерно килограмм-двести грамм, а ростом примерно тридцать семь с половиной сантиметров, что заметно. Особенно это килограмм-двести ощущается. На этой неделе у меня был плановый поход к врачу. Мы померились, взвесились, все стандартные процедуры, как обычно. Малыш у меня в норме и по весу, и по росту. То есть, если килограмм-двести грамм он на этой неделе должен быть, он столько и весит. В предыдущей беременности оба малыша у меня были на неделю, на две всегда были больше, чем положено. На этот раз все окей. И мой вес тоже в норме. В общем, врач меня очень обрадовала. Я спокойная, окрыленная, ушла домой. Весна, птички поют, все замечательно. Кстати, я сдавала до этого анализы, они тоже все получились прекрасными. Обычно мне что-то пересдавать дают, а в этот раз ничего не давали пересдавать. Единственный минус на 28 неделе, это самый-самый противный анализ, который можно придумать во вселенной просто. Это тест на толерантность к глюкозе. Практически каждая беременная именно на 28 неделе его проходит. Если вы первый раз беременны, и вам еще это предстоит, сейчас расскажу, что это такое. Вы с утра приходите ко врачу на голодный желудок, сдаете кровь из вены, потом вам выдают вот такой вот стаканчик сладкой, пересладкой жидкости, как одна моя знакомая сказала, сахар в сахаре, с сахаром и еще раз с сахаром. Очень сладкая, ну, собственно, глюкоза. Вы ее должны выпить и потом 2 часа провести в клинике или в поликлинике, где вы сдаете этот анализ, для того, чтобы эта глюкоза в вашем организме усвоилась. 2 часа. Некоторым очень сложно вообще просидеть эти 2 часа, вообще некоторым очень даже сложно просто выпить эту жидкость. Неприятная, в общем, штука. Надо просидеть 2 часа, подождать, пока усвоится эта самая глюкоза, и потом вы сдаете опять повторный анализ, который, собственно, и покажет толерантность вашей крови к глюкозе. Вообще анализ на самом деле очень важный. Он выявляет такую штуку, тоже неприятную во время беременности, как диабет беременных. Вы можете даже не подозревать, что он у вас есть на самом деле, и только этот анализ может это показать и вовремя исправить. Именно этот анализ покажет наличие этого самого диабета беременных, и врач вовремя вам окажет помощь. Как обычно, это строгая диета, очень строгая диета, без сладкого, без мучного, все самое лучшее. Но это и к лучшему, правильное питание никому никогда не мешало. Но со мной такая ситуация приключилась, я его не сдала. Я вообще его ни разу не сдавала, это просто случайность. Первые 2 раза дело в том, что обязательно сдавать этот анализ. Стали обязывать только начиная с 2017 года. До этого он был только по показаниям. То есть, если у вас в крови повышенное содержание сахара, то вам показан этот анализ. Если нет, то его не делали. И 2 прошлых раза мне его просто не делали, не назначали. А в этот раз я пришла в последний день 28 недели, и мне врач сказал, ну, мы с тобой не успели сделать анализ. Но ничего страшного, я думаю, потому что анализы крови мне пришли все хорошие, показаний у меня нет с повышенным сахаром. Я думаю, обойдемся, так что меня, так скажем, пронесло. Самое время рассказать про одну из самых важных вещей для каждой мамочки. Ап! Спасибо! Вот она ко мне прилетела, моя красавица. Ой, я заказала в Мавоке. Одну из самых действительно полезных и нужных вещей для каждой мамочки. Это рюкзак! Одно из самых главных, что должно быть в мамском рюкзаке, это огромное количество карманов. Именно поэтому я выбрала рюкзак Жужуби. Сейчас я вам про него подробно все расскажу и покажу. Заказывала я его в интернет-магазине Мавоке. И когда он ко мне пришел, я его распечатала и просто обалдела. Это настолько качественно, не насмотреться, действительно, ее хочется трогать. Все так красиво и сделано классно. Это рюкзак-сумка, который можно носить на плечах, как рюкзак, собственно. И что классно, у него вот эти вот внутренние части, они с нескользящей тканью сделаны, то есть лямки, чтобы не соскальзывали. Во-вторых, ее можно носить на плече, как сумку. Накинула и пошла. Тоже очень удобно. И вот здесь есть тоже нескользящая вставка кожаная. И в-третьих, его можно прикрепить на ручку коляски. Собственно, скорее всего, и чаще всего я ее туда и буду прикреплять, потому что это удобно. Этот рюкзак выполнен из влагоотталкивающей ткани. Сейчас я вам покажу, что здесь есть интересного. Интересного здесь много. Во-первых, здесь, как я уже сказала, огромное количество всяких разных кармашков. Я им уже пользуюсь, на самом деле. У меня тут уже вот косметика, например, лежит. Все есть. Вот здесь вот есть такой накладной маленький карман. Здесь есть отделение для телефона. Здесь есть очень удобный карабинчик для ключей. Второй огромный плюс. Сзади есть большой карман, а в нем матрасик. Смотрите. Если вам нужно где-то покормить малыша или там быстро переодеть, перепеленать, сменить памперс, еще что-то, вы из этого большого кармана сзади достаете вот такой пеленальный матрасик. Он такой же красивой расцветки, как и рюкзак. Пеленочку кладете, и ребеночка в любых походных условиях меняете памперс, кормите и так далее. Он мягенький, он прям такой приятный. И также влагоотталкивающий, если что там прольется или еще что-то. Он хранится вот здесь у нас, в заднем кармане. По бокам тоже два вот таких кармана вместительных. И, конечно же, заглянем в самый главный карман внутри. Очень удобно открывается этот карман практически до самого конца. То есть не надо ничего долго искать. Площадь открытия большая. Заглянули и увидели сразу, что вам нужно. Внутри. У меня здесь косметички, сейчас я вам их попозже покажу. Внутри имеются два термокармана для бутылочек. Внутри, конечно, огромное количество места в этом кармане. У вас туда все поместится. И пеленка, да, постелить где-то там обычное одноразовое. И одежда, чтобы переодеть малыша. И есть карманы под бутылочки. В общем, все-все-все. Здесь столько много в нем места, что у вас поместится все самое необходимое. Вот, запоминайте марку. Жужу Би. Продается она в Мавоке. Причем там очень много моделей. Это одна из моделей, которые представлены. Есть и другой конфигурации рюкзаки. Есть и просто сумки. Есть и можно просто косметички отдельно купить, если вам надо. Выбор огромный. И расцветок огромный выбор. Кстати, еще самое важное, забыла вам сказать. Она просто стирается в стиральной машине. Легко и просто. Еще я сразу же заказала и набор косметичек, чтобы они были в одном комплекте с рюкзаком. Чтобы это было красиво и все такое. Мне расцветка очень понравилась. Такая она весенне-летняя. Вот. Я купила косметичку. А в ней как матрешки. И еще одна. И еще одна. Чем удобна эта косметичка? Она с ремешком. То есть ее можно как косметичку положить, например, в тот же рюкзак. Какую-то мелочь туда сложить. Или косметику. Или еще что-то. А можно ее носить как маленькую сумочку. То есть на плечо можно одеть. В ней еще есть вот такая поменьше. В ней маленький ремешочек вот такой. Ну как кошелечек тоже для какой-то мелочи. А еще есть вот такой самый маленький для денежек. Мне как раз такое вот самое то, что надо. Потому что я кошельки не ношу обычно. У меня обычно все валяется в одной сумке. Не любительница кошельков. А вот такая вот штучка будет всегда очень кстати лежать у меня в сумке. И там будут храниться денежки. Теперь у меня денежки не будут валяться по всей сумке. Ну все, настало время прощаться. До следующего выпуска, до следующей недели. Подписывайтесь на канал Мавы Киа Раша. Ставьте свои лайки и пишите комментарии. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok